Дезертир 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 Ну что ж, продолжаем слушать все диалоги, как и в прошлый раз. Чем был вызван отказ? Должна быть какая-то причина. Я не знаю. Все, что я знаю, это то, что тело моей жены невозможно вернуть домой. Они не могут просто так удерживать тело вашей жены. Ждите здесь. Моим делом занимается мистер Боскер. Последний раз я его видел в том дорогом баре. Спасибо, что уделили мне время. Я хочу достойно похоронить мою жену и оказать ей соответствующие почести. Понравилась ли вам идея запуска ролика без рендера и всего прочего, так я смогу их выпускать довольно часто. И если совсем все будет хорошо, то аж по два на дню. Приветствую, капитан. Что вам предложить? Что у вас есть? Ко мне в основном за сплетнями идут. Могу вам рассказать, что тут у нас есть интересного. Так, а насколько я помню, он нам ничего не скажет. Да, я зря к нему обратился. Ага, вот Боскер. Батя сказал вам об этом. Раны на ее теле вызваны неизвестным нам видом оружия, поэтому мы пока не выдаем ее тело. Вы думаете, что ее тело может быть опасно или заражено? Нет, капитан. Нерали Батя не опасно. Ее тело представляет большой интерес для Альянса. Эти исследования помогут нам разработать лучшие защитные системы против гетов. Поймите, Батя после смерти может спасти больше людей, чем спасла при жизни. Ну что-то, давайте разузнаем, а потом уже решим, что нам делать дальше. И много времени займут эти исследования. Это долгосрочные исследования. Я бы не ждал результатов ранее, чем через год. То есть человек не увидит тело своей жены целый год. По-моему, это не очень круто. У вас наверняка много тел. Думаю, вы вполне можете отдать одно из них. Повреждения от данного типа оружия есть на очень немногих телах. А еще меньшее количество находится в состоянии, пригодном для изучения. Помимо этого, капитан, нам нужно как можно больше тел, чтобы выборка была показательной. И когда эти исследования позволят разработать новые технологии? Если нам повезет, мы сможем использовать технологии на практике уже через пару лет. Ну что ж, смотрите. Я делаю так. В прошлый раз я голосовал, что это неправильно и все такое. В общем... Я расскажу об этом мистеру Батя. Возможно, ему будет проще вас понять. Спасибо, я ценю это. Пожалуйста, если у вас есть еще какие-то вопросы, задавайте. Попробуем с ним потом поговорить. Насколько я знаю, мы можем сменить свое решение уже после. Поэтому давайте сейчас поговорим с мистером Батя. И он уже сам пусть решает, что же делать с телом его жены. Я в прошлый раз тело забрал с собой. Ну, в смысле, отдал его именно ему. Здравствуйте, капитан. Переговоры с мистером Боскером сдвинулись с мертвой точки. Он вернет тело моей жены. Расскажите мне еще раз, что вам сказали по поводу вашей жены. Как я уже говорил, мне ничего не сказали. Я не понимаю, почему мне не отдают тело. Так. Ладно. Все не так просто. Военным нужно тело вашей жены для важных исследований. Исследования? Они не отдают мне тело, потому что проводят исследования? Моя жена честно служила Альянсу. Она отдала свою жизнь на благо человечества. И так они благодарят ее? Так. Я работаю над этим. Это возмутительно. Я постараюсь помочь. Спасибо. Сообщите мне, если что-то получится. Ну, в общем, понятно, да. Он, естественно, не хочет, чтобы его жена была, так сказать, подопытным кроликом даже после своей смерти. Тем более после ее смерти. Поэтому мы, конечно же, подойдем и скажем, что это неправильный, давай нам тело. Это снова вы, капитан. Чем я могу помочь? Я понимаю, что вы пытаетесь делать. Но вы не имеете права удерживать ее тело. Капитан, вы, как никто другой, должны понимать, что нам приходится идти на жертвы ради спасения человечества. Пытаясь спасти человечество, вы забываете о человечности. Я заставлю вас вспомнить о ней. Ладно, капитан. Вы победили. Мне было сложно отказать мистеру Бате, а я не стану рисковать, отказывая еще и вам. Скажите самишу, что тело будет отправлено на землю. Я сам за всем прослежу. Ну вот и отлично. Мы плюс восемь герои. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, давайте посмотрим. У нас открылось обаяние. Мы стали обаяшками. Как видите, у нас можно будет прокачать еще более высокий уровень обаяния. Ну а если мы станем отступниками, то сможем еще прокачать и устрашение. Хотя, я же говорил, что я буду героем, все дела. Поэтому будем надеяться только на обаяние. Блин, ну двери здесь реально открываются очень медленно. Что же, давайте посмотрим, что мы здесь имеем. Здравствуйте еще раз, капитан. Есть новости? Да. Я напомнила мистеру Боскеру, за что мы сражаемся. Вашу жену скоро доставят домой. Спасибо. Мне нужно возвращаться домой, чтобы все подготовить. Это не принесло мне радости, но теперь я буду спокоен. До свидания, капитан. Ну что ж. Давайте посмотрим, что мы можем сделать дальше. Насколько мне не изменяет память. Мне нужно будет встретиться с провидицей. Точнее... Как ее зовут-то, я уж не помню. В общем, ладно. Сейчас побегу туда. Посмотрю, что я смогу сделать. По идее, у меня доступно, помимо скидок в магазинах, у меня доступен новый диалог, если помните. Охранник пытался кое с кем разобраться, но не смог это сделать. Из-за этого все было печально и так далее. Они там спорили. Ну что ж. Добро пожаловать. Я Нелина. Кажется, на сегодня вам не назначено. Если желаете, я могу проверить, когда спутница сможет с вами встретиться. А не могу я просто зайти? Боюсь, нет. Понимаете, у спутницы очень много клиентов. Но вы можете назвать свое имя, и она постарается встретиться с вами. А что здесь делаете вы, Нелина? Я одна из служительниц спутницы. Многие из наших клиентов сегодня не увидят спутницу, но они все равно надеются не остаться без внимания. Наша задача сделать так, чтобы они были довольны. Чем именно вы занимаетесь? У каждой из служительниц есть уникальные способности. Некоторые успокаивают песнями, некоторые разговорами. По мере возможности мы пытаемся подобрать каждому клиенту подходящую служительницу. Моя специальность – прикосновение. Лишь коснувшись вас, я найду напряжение в вашем теле и помогу освободиться от него. Я хочу воспользоваться вашими услугами. Отлично. Я добавлю вас в список клиентов. Думаю, мы сможем принять вас через 3-4 месяца. Никто не стоит такого долгого ожидания. Ну, это не мне судить. Я записала ваше имя, с вами свяжутся. Что-нибудь еще? Кто такая спутница? Чем она занимается? Это трудно объяснить. Она оказывает разные услуги разным людям, в зависимости от того, что им нужно. Некоторые ищут ее совета, некоторые развлечений, а некоторые приходят за удовольствиями. Чаще всего наши клиенты не понимают, что им нужно, пока она сама не расскажет им об этом. Судя по вашим словам, она какой-то оракул. Нет, не в обычном смысле этого слова. Она всего лишь женщина. Женщина, которая обладает широкой душой и умеет сострадать. Я предлагаю вам записаться на прием и сделать свои выводы. Ну что ж, давайте-то до свидания. Думаю, это все. Ясно. Что ж, надеюсь, вы еще вернетесь. Мы всегда рады видеть новых клиентов. Неллина. Да, Шаира. Пригласи капитана в мои покои. Я бы хотела поговорить с ней. Конечно, госпожа. Ой, кажется, нас заметили. Надо же. Похоже, спутница обратила на вас внимание. Она желает видеть вас сейчас же. Куда мне идти? Поднимитесь по лестнице. Она ждет вас. Хотя на самом деле надо было прикольнуться и ответить. Может быть позже? Так это к месяцу через три? Ну, то ладно. Ну... Более неотразимой, чем волосы или вы. Сложно сказать. Все такие доброжелательные. Весело. Так, ну что ж, спутница ждет нас. Не надо ее разочаровывать. Пойдем поговорим. А у нее здесь неплохо. Вот так достаточно близко, мой друг. Я слышала о вас много лесного с тех пор, как вы прибыли на Цитадель, мой друг. Чем именно вы занимаетесь? Зависит от того, что вам нужно. Некоторым я даю советы, некоторым утешение. У меня есть дело, в котором вы с вашей компетенцией могли бы мне помочь. Может, я смогу помочь? У меня есть друг, Септимус. Турианский генерал в отставке. Не буду вдаваться в детали, но он требовал слишком многого. Мы поссорились. Теперь он просиживает целыми днями в логове Коры, пьет и распускает обо мне гнусные слухи. Если бы вы могли поговорить с ним как военный с военным, думаю, он бы прислушался к вашему мнению. Что у вас произошло? Я слишком уважаю чужие тайны, чтобы вдаваться в подробности, мой милый друг. Если он захочет рассказать, в чем дело, это его право. Что именно я должна ему сказать? Воззовите к его воинской чести. Напомните, к чему обязывает его генеральское звание. Если вы убедите его перестать распускать обо мне лживые слухи, я буду очень благодарна. А теперь, мой друг, я вынуждена попросить вас уйти. Меня ждут клиенты. Хм, то есть все вот так вот, да? Ну ладно, пойдем попробуем разобраться с ним. Интересно, что же у них за тайна-то такая. Надо будет поглядеть определенно. Ну да ладно. Признаться, я немного нервничаю. Это естественно. Кстати, интересно, а как меня слышно? Ну, относительно всего. По идее, на моменты выстрелов меня не должно быть особо хорошо слышно. Кстати, меня почему-то никто не убивает и не заставляет убрать оружие. Хотя я не спектр и, в принципе, не имею права доставать здесь свое орудие. Труда, так сказать. Ну да ладно. Ладно, не будем обращать на это внимания. Кстати говоря, куда нам, собственно, нужно-то было? Я что-то подзабыл малость. Давайте попробуем прогуляться пока, чтобы смотреть, что здесь вообще интересного. В принципе, вроде бы здесь ничего такого нету. И нам нужно найти как минимум Гаруса. И съездить. А, стоп. Я же хотел посмотреть сначала вот этого веселого чувака и попробовать решить проблему проповедника. Я думаю, это будет правильно. Так. Офицер СБЦ был умиротворен? Я еще работаю над этим. А, ну да, мне же нужно к офицеру. Ну-ка, удалось решить проблему с этим Ханаром? Я думаю, вы должны разрешить Ханару читать проповеди в Президиуме. Президиум — это культурный центр. Нужно проявлять уважение. Религиозным фанатикам с идиотскими идеями здесь делать нечего. С какой стати к Медузам должно быть особое отношение? Все остальные расы чтут законы. То есть, видите, нам до сих пор не хватает, к сожалению, крутости в общении. Меня не интересует, что вы будете делать. Просто избавьтесь от Ханара. Интересно, какой уровень допуска, скажем так, нам потребуется, чтобы переубедить его. Итак, это направление к жилым секторам. Кстати говоря, куда мы, собственно, и выйдем сейчас. Если пойдем вот туда. Блин, почему Шепард не бегает? И лифты. Здесь такие лифты. В свете недавней атаки на Иден Прайм, многие колониальные инвесторы прекращают финансовую поддержку будущих проектов. Сторонники колонизации из расы людей настаивают на том, что Иден Прайм был единичным случаем. Однако количество желающих стать колонистами резко уменьшилось. Многие предложения о колонизации были заморожены в ожидании гарантии безопасности для поселений. То есть, вот так вот, да? О, кашки. Впрочем, нас это особо не волнует. У нас есть, так сказать, своя большая миссия, которую мы должны выполнять и следовать, собственно, ей. Ну и как тебе дежурство в Академии? Ничего, работы многовато. Ужас, сколько народу вы направляете из жилых секторов. Да уж, но это самый оживленный участок на Цитадели. Там не соскучишься? Согласна, но вам бы надо побольше сотрудников нанять. Поэтому ты и здесь. Понятно, но жалоб все равно больше, чем могут обработать офицеры. Рядом с жилыми секторами всегда так привыкнешь. Но такие вот диалоги иногда происходят. Я буду останавливаться, как я уже говорил, стараться на всех диалогах такого типа, дабы что-нибудь узнать интересное о мире масс-эффекта. Периодически бывают интересные диалоги, периодически не очень, но нам все равно мы будем стараться что-то делать. Насколько я понял, мы все еще добываем информацию, поэтому почему бы нет, все круто. Мы спускаемся еще ниже. На самом деле, собрать, по-моему, всех хранителей. Турианцы подгадили целые галактики, когда дали гетам вырваться на свободу. Твой народ когда-нибудь говорит об этом. А Кроганы говорят о начале глупой войны, которая привела к тому, что турианцы стерилизовали ваш народ. Постоянно. Ужас, какие они няшки вдвоем. На самом деле, если их оставить двоих, то они будут постоянно спорить. А если оставить здесь Гаруса, то они будут офигенными компаньонами. Никогда не будут спорить, а будут стебаться друг над другом, прикалываться. Да и вообще будет все весело. Ну, на самом деле, очень по-разному. Я, по-моему, слышу выстрелы. На самом деле, очень по-разному ведут себя герои, когда они находятся в какой-то определенной связке. И не каждый из них, да, любливает другого. Что-то мне не нравится то, что я там слышал. Так. Такое ощущение, что здесь был какой-то выстрел. Или я ошибаюсь? Хм. Так, давайте поглядим получше. Нет, выстрела вроде не было. Странно. Но ведь я точно что-то слышал. Хм. Давайте сохранимся на всякий случай. Так. Здесь волосы. Продавцы. Машинка-экспресс. Кстати, давайте сходим на второй этаж. Я там не был. И в дальнюю часть. Я там тоже не был. Сначала, наверное, стоит сходить в дальнюю часть. А потом на второй этаж. Хотя сложно сказать, что из этого второй этаж. Но там сверхновое. Там, в общем, весело. Ну, а здесь к СЦБ мы направляемся. Куда нам, собственно, впоследствии пригодится направиться. Но это потом. Так. Где-то здесь у нас что-то было. Здесь мы можем вид на туманность рассмотреть. Получить за это кодекс. И найти здесь еще одного хоронителя. Что, собственно, добавит нам опять-таки экспириенса. В любом случае это круто. Раньше добавляли по 10 экспириенса. Теперь добавляют по 12 экспириенса. Так что все класс. Пополнить запаса. Узнали кодекс. Сейчас посмотрю, нет ли здесь что-нибудь еще интересного. Нет. Здесь вроде ничего нету. Значит, просто поговорим с доктором. Кстати, она нам, по-моему, в определенный момент поможет. Приветствую, капитан. Я доктор Хлоя Мишель. Могу я чем-нибудь вам помочь? Вы доктор? Как вы оказались здесь, на цитадели? Родители привезли меня сюда, когда я была совсем маленькой. Мой отец был военврачом в войсках Альянса. Я решила продолжить семейную династию. Правда, не по военной части. Раненые солдаты это не для меня. Ну, как-то вот так вот. Ну, и у нее можно купить. Мы смотрим на ваши товары. Конечно. Медицинские интерфейсы у нее можно купить. Первой помощи и прочее. Штука, в принципе, хорошая. Но, как видите, по цене довольно-таки дорогая. Особенно учитывая нынешний наш капитал. Собирать мы на нее будем уйму денег. Впрочем, на самом деле, не все так печально. Но пока что нам это рановато. На данный момент мы, так сказать, позволить себе такого не можем. Ладно. Академия СБЦ, собственно, где мы, надеюсь, и встретим Гаруса. Насколько я помню, именно здесь. О, аж 24 получили. Я вас знаю. Вы Шепард, верно? Я видел памятник на Акузе. Там целая секция вам посвящена. Чудо, что вы остались в живых. Смотри-ка. У вас появился фанат. Простите. Просто не думал, что лично встречу такого человека, как вы. Моя фамилия Ланг. Офицер Эдди Ланг. Служба безопасности Цитадели. Для меня честь познакомиться с вами, капитан. Что вы делаете в жилых секторах? Я могу вам чем-то помочь? Как сказать, что. Еще СБЦ. Развеликаюсь. Почему вы устроились в службу безопасности Цитадели? Не знаю. Мне казалось это правильным, понимаете? Может, это у меня в крови? Мой дед был полицейским на земле. СБЦ занимается примерно тем же. Что-то типа полиции. Я пока здесь не освоился, но мне нравится. Куда интереснее, чем на земле. Можно встретить всяких классных инопланетян. Типа этих ханаров. Отпад. Плюс СБЦ здесь все уважают. Мы охраняем закон. Все. Даже инопланетяне ценят это. Вам нравится работать на Цитадели? Невероятное место. Я тут почти год. И даже десятой части всего не посмотрел. В Президиуме очень красиво. Можно пойти туда, расслабиться. Но больше всего мне нравятся жилые сектора. Там все время что-то происходит. Вот клуб открылся недавно. Сверхновое называется. Стильное местечко, капитан. Вы должны посмотреть, когда будет время. Что вам известно о спектрах? Только то, что показывают по телеку. Их описывают как суперагентов, которых отправляют на секретные задания по спасению галактики. Кто знает, так ли это на самом деле. Ребята в СБЦ не особо их любят. Считают, что им не следует разрешать действовать вне закона. Но если бы они были такие плохие, совет бы не прибегал к их услугам, верно? Вы знакомы с офицером по фамилии Харкин? Мне не следует особо болтать об этом. Он служит намного дольше, чем я. Но про него говорят разные вещи. Понимаете, о чем я? Пьет на работе, берет взятки и все такое. В основном слухи. Но его временно отстранили. Значит, правда в этом есть. Все возможно. В любом случае, спасибо, офицер Лэнг. Мне пора идти. Конечно. Вы, наверное, очень заняты. До встречи, капитан. Удачи, офицер. Что ж, мы дошли до нужного нам места. Сейчас будем тихоньку перемещаться. По-моему, нам нужно как раз сюда. Если я не ошибаюсь, конечно. Хотя я могу ошибаться. Стоп, нам нужна разве Академия? Или... Я помню, что Гарус сидел... Солдарианские археологи столкнулись с неожиданной проблемой после обнаружения протеанских руин. Группа ханаров, протестующих против раскопок, перегородила проход к руинам. Они утверждают, что артефакты вдохновителей нельзя тревожить. Исследователи обратились к представителям ханаров на цитадели для дипломатического разрешения ситуации. Ну так вот. Насколько я помню, Гарус сидел у себя в офисе. А вот где у нас офис СБЦ? Это вопрос. То есть Академия вот здесь, а офис... Ну в общем, не помню. Ладно, надеюсь, что... Нет, черт, я попал опять не туда, походу. Ну и здесь мы просто так сидеть не будем. Так, не помню, правда, где. Не сюда, хорошо, здесь можно купить броню. А нам нужно пойти на второй этаж и поболтать с тем милашкой волосом. А, это у нас куда? К стыковочному шлюзу. Нет, нам туда точно не надо. Так, 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 так. Давайте пройдем сюда. Я надеюсь, что я в этой серии хотя бы улечу с этого места. Иначе это будет немножко обидно, наверное. Приветствую, капитан. И тебе привет. А, это вы, привет. Ну что, удалось вам найти Шорбана? Я знаю, что вы врали мне, Джолид. Врал? С какой стати мне врать вам? Вы соврали нам насчет данных о хранителях. А, он все рассказал. Я не хотел, чтобы так вы... Я боялся, что Шорбан убьет меня, чтобы получить эти данные. Поэтому я... Думал, что вы с ним разберетесь. Беретесь, я понял. Я сканирую хранителей по просьбе Шорбана. Но вам двоим нужно прекратить ссориться. Вы решили помогать нам? Но... Ну, раз вы так говорите... Если Шорбан сможет забыть все и простить меня... Я тоже смогу. Спасибо за помощь, капитан. Мне нужно заняться анализом данных. Окей, ушки. Новый уровень получен. Отлично. Собственно, этого я и добивался. Это мне, так сказать, и было нужно. А вот теперь у меня есть возможность прокачать что-нибудь полезное. Снижает получаемый урон. Либо увеличивает точность урона. Увеличивает на 2% и на 3%. Да? Угу. Ну, давайте. Почему нет? Почему нет? Почему нет? А где-то все-таки здесь, по-моему, находился Гарус. По-моему, он даже вот тут находился. Я, на самом деле, очень плохо помню, поэтому такое. Так. Второстепенные. Кодекс. Ага. Нам нужен не кодекс. Нам нужно, знаете что? Отряд, карта, журнал. Журнал. Вот он. Задание, миссия и цель разоблачить Сарана. Естественно, вернуться в башню и исчискать союзников. Вот здесь вот Гарус. Цитадель Гарус. Подойдем здесь к медклинику. Поговорить с Харкином. Гарус вам больше не нужен, но он все еще может помочь вам выследить Сарана. Если встретите его, выясните, что он знает. Ну, да. Нам где-то нужно найти Гаруса. Где именно? Без понятия. Так. Необычные данные. Выясните, что произошло в системе. Странное сообщение. Найдите общину. Отправляйтесь в систему Века. Скопление этой. Найдите странную общину биотиков. Также. Вот сканированные данные. У вас есть сканирующее устройство. Обнаружены новые у хранителя. Просканируйте его. Данные будут отсылаться автоматически. Мы нашли 17 из 21. А это значит, что мы почти завершили нашу работу. По сканированию хранителей. Так. Разрешите спор. Вы поговорили в президиуме с Ханаром и с офицером СБ. Вам нужно либо избавиться от Ханара, либо убедить офицера СБ оставить Ханара в покое. От Сатадель. Просба журналистки. Информация, найденная в Фиста, поможет мисс Вонг в ее расследовании коррупции на Сатадели. Отправляйтесь в верхние жилые сектора и передайте ей ОНД. Почему нет? Нам он все равно не нужен. Так, что может быть плохого в разговоре с ним, с фанатом? Ну, действительно, что может быть с ним плохого-то? Генерал можно найти в логове коры, в нижних жилых секторах. Спросите его прекратить распространение слухов о спутнице. Итак, нам нужны жилые сектора. Почему сектора, не знаю, но жилые обязательно. Так, что я хотел сделать, это пробежаться быстренько сейчас в жилые сектора, поговорить, наверное, с генералом и на этом, скорее всего, закончить серию. После чего приступить к записи следующей, ну или это я буду уже делать завтра после... Наверное, да. Наверное, все-таки я это буду делать завтра, потому что сегодня не факт, что успею. Времени, к сожалению, было потрачено на перепрохождение очень много, поэтому, ребята, уж извините. Но, в любом случае, постараюсь делать такие серии почаще. По крайней мере, если они вам, конечно же, понравятся. Иначе, какой в этом смысл? Байнари Хеликс без суда разрешила конфликт с группой Кроганов, которые обвиняли компанию в мошенничестве. Кроганы заключили с Байнари Хеликс контракт на проведение исследований с целью извлечения их генетической стерильности. Когда исследования не дали результата, группа выдвинула иск, требуя возвращения своих инвестиций. Угу. Ну, такое, да. Проблема, как говорится. На самом деле, надо посмотреть и вспомнить, чем у нас Рекс занимается в плане оружия. То есть, какое именно тип оружия он носит. По-моему, у него дробовики в руках. И основой его оружия являются именно они. А вот у Ковырианки я не помню, что, если честно. Поэтому я не буду особо сильно с этим заморачиваться. Да и не буду я с ней ходить. Я буду ходить с Гарусом. Собственно, как только его и найду. Так. Нам нужно президиум? Нет. Я хочу сходить, во-первых, сверхновую. Насколько я помню, там как раз что-то интересное. Вот отсюда можно экспрессом в цитадели воспользоваться. И посмотреть, что там вообще есть. Осторожно. Не всем такое можно говорить. Что? Да все знают, что Фист связан с местными бандюгами. Может и так. Но я бы не стала кричать об этом на каждом углу. Если не хочешь оказаться в списке его жертв. Да, я слышала, что он зарыл несколько трупов под сценой в логове. Я бы не стал упоминать это при нем. Да. И поэтому там такая вонь. Ужас. Что ж. Что поделать, Рита. Я бы взял ее обратно, не задумываясь. Но она не хочет возвращаться. Я знаю, знаю. Попробую ее убедить при следующей встрече. Осторожней. Ты же знаешь, как упрямо твоя сестра. Чем сильнее настаиваешь на своем, тем больше она сопротивляется. Да, возможно, ты прав, Доран. Спасибо. Ну что ж, соответственно, можно после прослушивания диалога, естественно, с ними поговорить. Добро пожаловать в Сверхновую. Я Доран. Могу помочь. Это казино? Кроме всего прочего, да. У меня здесь несколько автоматов для игры в квазар. Если вам это интересно. Этот клуб принадлежит вам? Владелец, повар и бармен. Даже иногда танцую под настроение. У меня здесь несколько автоматов для игры в квазар. Если вам это интересно. До свидания. Желаю приятно провести время в Сверхновой. Постоянно продвигает. Конечно же, деньги ему, видимо, нужны. Извините, я сейчас немного занята. Так чем я могу быть полезна? О чем вы говорили с волосом? С кем? С Дораном? Я просто спросила его о моей сестре. Она работала на Дорана перед тем, как... Извините, не хочу надоедать вам своими проблемами. Мне интересно, что вы расскажете. Ну ладно. Моя сестра Дженна устроилась работать в логово Кора. Проблема в том, что она работает осведомителем на СБЦ. Подслушивает, о чем говорят, понимаете? Если там об этом узнают, ее убьют. Осведомитель – опасная работа. Я так ей говорила? Не знаю. Иногда мне кажется, что она остается там просто назло мне. А вы знаете, кто ее контактное лицо в СБЦ? Нет. Такие вещи не разглашаются. В прошлый раз, когда я обратилась к офицеру, он посоветовал мне держаться подальше. Ради безопасности Дженны. Надеюсь, мне удастся убедить ее в том, что логово Коры – опасное место. Правда? Было бы здорово. Но не говорите, что это я вас послала. Ладно, мне нужно вернуться к работе, пока я не попала в неприятности. Спасибо. Да не за что. Удачи тебе. Так, давайте пойдем посмотрим, что здесь еще можем найти. В такие места вышибалами всегда нанимают кроганов. Элитное пугало. Да, ты у нас маленькое элитное пугало. Так, давайте заглянем наверх, посмотрим, что здесь вообще есть. Я вообще-то тут жду кое-кого. Прям вот ждешь? Ну окей. Так, здесь ничего интересного. Здесь можно поиграть. Низкие ставки, низкие ставки, Низкие, везде низкие ставки. Кто-то настроил устройство так, чтобы скачивать себе кредиты. Я попробую разобраться. Давай. Забавная музыка. Интересно, я смогу раздобыть копию для флотилии? Ну, здесь высокие ставки. Так. В любом случае, мы, по-моему, можем выйти отсюда. И найти кого-нибудь интересного. Эй, приятно видеть тут человеческое лицо. Или не найти, как вариант. Ладно. Так, давайте попробуем прогуляться в логово Коры таки уже. И я думаю, вам будет там веселее, чем здесь. Плюс, возможно, нам дадут пострелять. Хотя, насколько я помню, не дадут. Ходят слухи, что вы не сидели без дела. Поздравляю с победой над Фистом. Я была уверена, что он связан с мафией. Вы нашли что-нибудь в его офисе, что в идеале могло бы мне помочь? На этих ОНД может быть информация, которая вам нужна. У вас данные Фиста? Я даже не надеялась на такое прелесть. Вот, возьмите, капитан, за ваши труды. Что скажете насчет дальнейшего сотрудничества? Хотите взять интервью по завершению моего расследования? Эксклюзивное? Я получу самые последние новости из первых рук? Это было бы прелестно. Я готова уже сейчас выплатить вам часть будущего гонорара. Вот, и возьмите. А теперь, извините меня, мне не терпится посмотреть содержимое этих дисков. А потом взять вот так вот и наколоть ее, да? Да, да, да. Вы же все об этом подумали, да? Найдены предметы, улучшение брони, бронеоружие, патронов. Ну, в общем, берем все и посмотрим, что мы можем, собственно, куда вставить. А, фазовые патроны, радиоактивные патроны. Ну, собственно, я пока менять ничего не планирую. О, интерфейс первой помощи, восстановление здоровья плюс полторы в секунду. Хорошая штука, на самом деле, но... Блин, я даже не знаю. На самом деле, сделать можно такого неплохого танка из себя, если постоянно улучшать свою броню. А, ничего крутого и нового. Ну, то есть, как бы как. Мы можем либо бегать в стандартной броне, либо бегать в нестандартной. По-моему, нестандартная выглядит более печально на данный момент. Хотя я не знаю. Ну, по крайней мере, вот эта броня выглядит более прикольно. А гидра, собственно, дает нам абсолютно такие же показатели. Она ничем не лучше. Поэтому будем бегать в стандарте. Тем более, что стандарт, по-моему, выглядит повеселее. Ладненько. Не будем сильно долго на этом зацикливаться. И пойдем уже... Так сказать, на нижние уровни. На нижние уровни. Надеюсь, нас туда, собственно, пустят. Где у нас здесь логово коры? Оно у нас располагается, по-моему, вот там вот. Туда мы сейчас и пробежимся с вами. По крайней мере, насколько мне не изменяет память. Там же мы встретим генерала, с которым поговорим. И, надеюсь, он нам расскажет все-таки что-нибудь интересненькое. Красиво, не правда ли? Здесь ездят машинки. Прям неожиданность такая. У Физда с башкой все было в порядке. Жадность его скубила. Вполне возможно. Ну и, кстати, по идее, мы на этот раз в офис уже пройти, как вы видите, не можем. А нет, надо же, можем. Так, а сможет ли мне кое-кто ручное открытие? Да, все-таки в этот раз я смогу эту гадость открыть. По причине того, что у меня есть кварианка, которая, собственно, и дает возможность открывать такие вещи. В прошлый раз я этого открыть не мог, поэтому все печально. Ну, а сейчас все классно. Ручное открытие. Упс. Упс. Что-то пошло не так. Черт, ошибка отключения. 25 единиц унигилев. Черт! У меня 22 единиц осталось. Ладно. Бронебойные патроны лучше на перецел. Ну, почему бы нет? Блин, ну унигиль потратил жалко. Надо было бы его сохранить в идеале. Ну, окей, в принципе, ладно. Я думаю, что соберем еще. В любом случае, я вам показал, что будет, если вы вдруг ошибетесь и накосячите, как я. Можно поговорить с посетителями. Можно, естественно, с генералом. Я с тобой идем не веду. Вот и не лезь. Какой ты грустный. Можно расслабиться, например. Податься вперед, например. Хотя, разницы тут, собственно, нет. Ну и, собственно, можно, естественно, уйти отсюда. А вот такие здесь развлечения. В принципе, можно даже не садиться, а просто смотреть. Так что, какая разница. Вот сестра нашей подруги, я так понимаю. Привет. Подойду к вам через секунду. Я подожду здесь. Почему мне кажется, что вы пришли сюда не за выпивкой? Я хочу поговорить о вашей работе на СБЦ. Не понимаю, о чем вы. Если вам больше ничего не нужно, я вернусь к посетителям. Это не игра, Джена. Эти люди опасны. Говорите, как моя сестра. Почему все так обо мне волнуются? Я и сама могу о себе позаботиться. Мне пора. Я не стриптизерш. И мне платят не за то, чтобы я тут сидела в нарядном костюмчике. Девушка с характером. Ага, Русона, по-моему, понравилась. Вас обслужит другая официантка. Ну, а нас она просто-напросто послала, естественно. Не сейчас. Я смотрю шоу. А, так это шоу. Ну, окей. Ладно, Харкин. Отворите! Не хочет он, в общем, с нами разговаривать. Капитан, что вам нужно? Похоже, у вас проблемы, генерал. Я видел немало ужасного за свою жизнь. И только одна женщина во всей чертовой галактике способна помочь мне забыть об этом. И это прославленный турианский генерал. Как вам вообще удалось побить? Пусть я пьян, но ты, Кроган, настоящий урод. А завтра я буду трезвый. Если у вас нет пилюли от моей болезни, убирайтесь прочь. Пожалуй, я сочувствую вам. Но распространение слуха в делу не поможет. Послушай, солдат. Я понимаю, что ты хочешь как лучше, но не трать свое время. Генерал, вы когда-нибудь выигрывали войну, сидя в баре? Войну? Это действительно похоже на войну. И как я дошел до такого? Думаешь, это легко? Собрать волю в кулак и действовать как генерал? Все лучше, чем штаны просиживать. Твоя правда, капитан. Шаира стоит усилий, даже если она не примет меня обратно. Здесь не место такому выдающемуся солдату, как вы, генерал. Ну ладно, я пойду к ней. После того, как приму холодный душ, раз в другой. Послушай, а ты не глупый человек. Хочешь заработать несколько лишних кредитов? Что мне нужно сделать? Один дипломат Элкор думает, что Шаира выдала его секреты. Почему? Потому что я так ему сказал. Послушай, я хочу, чтобы он узнал правду. Вы думаете, он мне поверит? Ты предоставишь ему доказательства. Возьми этот модуль данных. Там записано, откуда я получил информацию. Это оправдает Шаиру и убедит Элкора. С кем мне поговорить? И где его найти? Его зовут Зелтон. Это дипломат Элкор. Сейчас он в посольстве. Подает жалобу на Шаиру. Последний. Чтобы солдаты всегда поступали как солдаты. Спасибо, капитан. Знаешь, из тебя может получиться неплохой генерал. Со временем. Ну что ж, вот как-то так мы поговорили с генералом. Мы, собственно, отчасти спасли Шаиру от, как минимум, его, так сказать, посягательств. Ну, точнее, посягательств-то не спасли, а вот от распущения слуха вполне себе. Осталось только наладить его косяки, и все будет хорошо. Ну, а это я сделаю уже в следующей серии. А на сегодня, дорогие мои друзья, все. Спасибо за внимание. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok